Подписание в Астане договора о создании Евразийского экономического союза казахстанская общественность встретила митингами на улицах столицы. Несогласные пытались выразить свой протест против неравноправного договора, который ведет, по их мнению, к фактической ликвидации независимости Казахстана. Но на улицах Астаны они столкнулись с жестокими репрессиями. Органы власти безжалостно расправлялись даже с участниками одиночных пикетов, которые решились выразить свое несогласие с Новым Союзом. Ведь его инициатором был сам Елбасы, бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Власти ждали проявления недовольства и начали действовать заранее. Накануне официальной церемонии по подписанию соглашения общественные лидеры Казахстана начали получать предостережения, в которых говорилось о недопустимости проведения несанкционированных властями собраний. Особенно напугала власть безобидная акция с марлевыми повязками. Вот полицейские окружают и угрожают вдове и дочери известного казахстанского диссидента Аркена Уака. Подобная реакция на любое проявление общественного несогласия стала повседневной реальностью Казахстана. Я считаю, что в этот раз акция, которая была инициирована гражданскими активистами, она носила совершенно недобидный характер и носила именно статус интернет-акции. Но, честно говоря, она подразумевала, что мы нигде не будем собираться, а просто неравнодушные граждане оденут маску и будут находиться на своем рабочем месте, либо там прогуливаться, там, где считают нужным. То есть подразумевала, что скопление народа и форма митинга, она нигде проводиться не будет. Тем не менее, наша власть, даже такая форма протеста, которая идет без формы митинга шейфа, либо демонстрата, очень сильно напугала. Общественного деятеля Ермекина Рымбаева остановили прямо у дома. Меня с супругой Зоей остановили и сказали, чтобы я проехал в авоскору ВД, так как на меня открыто административное дело по 373 статье, несанкционированный митинг, пикет, протест без санкции Акима города Алматы Ахмеджана Симова. Я сказал, я никакой пикет-митинг не организовываю. Если у вас есть официально ко мне какое-то претензия, какое-то дело, вызывайте меня официально повесткой в полицию. У вас есть какие-то документы? У них нет никаких документов. Я говорю, тогда привезите сюда. Мы полчаса меня удерживали, потом приехала еще машина начальника отдела административной полиции. Опять я у нее спрашиваю, где у вас документы, чтобы меня официально доставить в полицию. У вас есть какое-то официальное приглашение, повестка? Ну, у нас там будет, приезжайте, значит, мы вам сразу дадим. Вы даете офицерское слово? Все, честно, как мужики, все, поехали. В итоге пять часов продержали и так мне не дали ни протокол задержания, как полагается. Досталось и журналистам, которые не скрывают своих оппозиционных взглядов, но эту акцию не освещавших. Репортер Андрей Цуканов 29 мая шел на заседание суда по ипотечным заемщикам, но на пути в суд его остановили сотрудники полиции. Итак, мы сейчас идем зачем? Чтобы вы мне вручили повестку? Повестку сопроводил вас в УВД. Сопроводили меня в УВД к дознавателю? Да. А вы знаете, что я сейчас на работу еду? Не знаю. В Москве атаку на оппозиционные казахстанские медиа провели представители местной полиции. В квартиру Александра Петрушова, соучредителя информационного портала «Республика», который известен своей последовательной критикой Нурсултана Назарбаева и его ближайшего окружения, вломились в 7 утра. Грохот, стук в дверь. Я от него проснулся и с большим изумлением для себя увидел огромное количество людей в масках. Могу ошибиться, но их, по-моему, было человек 8-10 только в масках. И несколько гражданских лиц, и наш участковый. Потребовали открыть дверь, мотивируя тем, что у них есть постановление на обыск в моей квартире, которое является месторосложением редакции информационного портала «Республика». У меня, в качестве сидителя, проводится обыск на деятие всевозможных устройств техники и все остальное, которое может иметь отношение к БТА банку. За 5-6 часов они собрали практически все электронные носители, то есть флешки, всевозможные терабайтники, внешние диски, практически все ноутбуки. Но, что самое главное, они изъяли сервера, на котором находится электронная СМИ информационного портала «Республика», с которой непосредственно происходит обновление портала в сети. Александр Петрушев уверен, что причиной налета стала общественно-политическая позиция «Республики». В результате обыска работа портала оказалась парализована. Российская СМИ, информационный портал «Республика» фактически прекратила вещать из-за того, что у меня были изъяты все флешки, несмотря на то, что я отдельно указывал на тот факт, что на этих носителях может быть необходима информация для хозяйственной и юридической деятельности как портала, так и у учредителей. Тем не менее, мы изъяли все. Ранним утром представители российских правоохранительных органов появились и в продюсерском центре, который готовит сюжеты для интернет-канала «16.12». В огромной толпе незваных визитеров были замечены представители Казахстана. Впрочем, российские полицейские не скрывали, что действуют они по запросу властей из Астаны. После 12-часового обыска были изъяты все электронные носители и ноутбуки. Деятельность нашей редакции также оказалась парализована. Вот такой оказался первый день работы Евразийского экономического союза. Можно смело предполагать, как будут развиваться отношения к независимой общественной позиции и дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова